У меня вопрос, может быть, не буквально по теме доклада, но я хотел спросить, какова сейчас ситуация с разрекламированной в свое время так называемой национальной зажигалкой? Это мощная лазерная установка НАФ в Соединенных Штатах. Ну, значит, вроде бы это сообщение, что ее как-то не удается довести до ума. Серьезно, этих реальных микровзрывов термоядиных она не выдает. Ну, вот еще раз, можете даже сфотографировать и запомнить, не знаю, почему это не прошло. Вот, вот, только-только, вот неделю глядности, смотрите, 29-35-13-го года. Еще раз говорю, реторная за все время термояда, выход на нити, и с учетом магнитного, и с учетом на магнитном термояде до установки джеб в Англии, был коэффициент 0,7 лет примерно. Вот, первое, хоть они выживают научное, но, тем не менее, факт, что выход больше, чем заправка. Ну, это первый раз за все стоят. Все это непонятно. Если бы они за три раза, не так же, чтобы вытвертать, что выход больше, чем заправка. Ну, вот, там много вопросов, поэтому их денег не привез к публикациям, но вот они назвали так хитро научное зажигание. То есть, не физическое зажигание, а действительно, хитро большая единица, а вот они так обозвали его научное зажигание. Почему это субисотность? Там какая-то мишень, пока вот информации нет, а какая-то интересная мишень. Это так они назвали, и даже, тут я не выделил, а у них даже курсируем выделено научное зажигание. Ну, вот, теперь, наверное, такого не было. Я видел, вот, там еще куча. Разделение будет четыре-третье. Разделение будет, да, да, да. Выправить? Да, 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 да. Выправить? Да, да, да. Ну, вот почему я и сказал. Даже они, вот, с учетом того, что у них получилось, даже они, хотя, значит, фазмонофизик тоже выстрекляют, хотя бы теперь используется магнитное поле, чтобы, значит, улучшиться по-разному. Влечение, где мы, да, и после, где мы, да, и после, где мы, да, будет. Можно мы тут, скажем, 10-10 грамм? Или вообще 10-8, может быть, 10-10? Ну, наверное, может. Я же подчеркну, это не поле в катушках, это поле внутри плазма. То есть это мороженый магнитный поток, который сжимается вместе с кишенью. То есть у нас мы формируем начальное магнитное поле, а затем это... То есть это относится к плотностью. Да. То есть если мы можем больше, чем пищу разжать, то можно и есть и гряды, наверное, потому что, понимаете, больших коэффициентов ты еще должен сделать температуру. Ну, с температуры, когда есть такие плотности, может, к температуре он идти и к электроновольт, ну, тогда. Если как она здесь происходит, то это мы тут... Ну, конечно, не одного электроновольта, но, понятно, здесь электроновольт будет достаточно. Опять, вопрос, если трехмер влежать и тысяча коэффициентов, правильно, значит, больше получить не удастся. Поэтому все вопросы в начальной температуре, в начальной плотности, это уже, конечно, успоко. В основном источнике больше внимания уделяется ядерном там проблеме, нитронном источнике, в общем. Если правильно, то в общем... Вот сейчас могу сказать... Сейчас как раз... По крайней мере, два электрит-проекта уже есть. Вот, например, в Курджатском институте по электронному источнику на Т-15. Правильно, да? Вот это Камаки, потом в институте ядерно-физики, Сибирское отделение ранок, Кокойный, Углитов в свое время на основе динамической ловушки. Сейчас не вспомню. В общем, три-четыре варианта, так скажем, действующих в проекте источников. Я думаю, термоидерно-приэкторы куда-то пока не хлебаются. Ну, как сказать. Ну, в общем, что понадобится быстрее. Если источник электрон, значит, будет источник электрон. Я думаю, что будет и реактор. То есть тут, как говорил Камаки, знаете, да, реальная история. Когда в 60-х годах спросили, когда же будет термояпность, а то через 20 лет. Потом, значит, буквально перед смертью вас спрашивают, когда будет термояпность. Как же я вот говорю, термояпность своих дней не меняет. Тут будет показано, где классные струи. Значит, делели третье время. Но, вообще-то, это достаточно страшный срок. Ну? И как вообще это? Вот в Америке какие-то запреты есть на работу вообще с третьей безобразным? Ну, во-первых, здесь вот не газообразные. Это уже, насколько я знаю, даже гелии. Они используют сначала жидкие. Нет, я не знаю. А третий, да, он все равно, да, там осядет на стенках, если и камера. Ну, там, во-первых, там, не соврать мне, но это все меньше грамм, все вместе, по-свокому. Нет, ну, среди вообще не сформатив работы, там, сколько-то дали миллиграммов в год, что ли? Нет. Есть такое, да. Я знаю, что у них проблема теперь с гелием 3, потому что по национальной безопасности они, значит, законсервировали все свои запасы гелия 3. Почему я вас включил сюда хоть одну и сказать? Уже время не хватило. Не страшно, но он, по-моему, страшно дорогой. Он не страшно, а он страшно дорогой. Но они законсервировали весь свой гелий, те покупают его, вот, когда я был рассчитан, в 60-м году, тысяча долларов один литр, если перевести, там, получается, несколько грамм вообще, то есть миллион, килограмм-миллион долларов. Они не так, конечно, боялись. И, более того, насколько я знаю, сейчас вот больше идет, у меня написано, вот, с аргоном и ксеномом лайнером экспериментом в чем-то 3-3. В 3-3 стыке может быть один только. С основным это вот аргоном и ксеномом лайнером. Ну, основа, но он про литерейшн. Да, да, есть такое. И к этому тоже это сейчас идет? Не только медицин имеется в виду. Какое нераспространение имеете в виду? Тут именно нераспространение массового ядерного оружия имеется в виду. А какое же отношение оно имеет в это в виду? Как? Вот вы сюда, если чуть больше сделали систему, чуть больше катушку, тогда можно ставить, значит, какой-то свой суран. Уступывание блоков, блоков. То есть они, сейчас в Америке, это вообще, так сказать, номер один темы, они все компактнее делают, чтобы никто не смог ничего лишнего туда попить. Да, да, да. Тут вот, буквально, вот я сам участвовал в проекции концептуальным расчетом, как раз этот рейтинг гелевого реактора, 5 сантиметров. И этого достаточно, соответственно, для наработки. Рейтинг гелевого реактора. Да, все, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ